даже в квартирах большой площади санузлы бывают очень маленькими точно таких же размеров как и в маленьких квартирах поэтому данное видео пригодится владельцам жилья любого размера смотрите его до конца а я расскажу и покажу какой может стать ваша ванная если вы воспользуетесь следующими решениями меня зовут попова екатерина я дизайнер интерьера буду рада есть вы прямо сейчас поставите лайк этому видео и подпишитесь на мой канал на первом месте отказ от водяного полотенцесушителя просто заменив водяное полотенцесушитель на электрический свободного пространства в ванной не увеличится поэтому я предлагаю вместо полотенцесушителя сделать теплый пол в стене а сверху на стену прикрепить аккуратный полотенцедержатель или обыкновенные крючки все функции полотенцесушителя у вас сохраняться но вы избавитесь от громоздкого настенного прибора кстати напишите в комментариях были ли у вас когда-нибудь проблемы с водяными полотенцесушителями у моих клиентов было с ними много проблем и в неинтересно случайность это или закономерность второе отличное решение для небольшого санузла бесшовный пол то есть вместо напольной плитки подчеркивающий своими швами маленький размер помещения делаем наливной пол наклеиваем фотообои для пола или используем в качестве покрытия микроцемент кстати сейчас я нахожусь на кухне своего загородного дома а недавно на моем канале было видео с обзором этого острова островом и кухни я в целом очень довольна а вот ламинат после долгих лет использования нужно было заменить я выбрала беспроигрышный для себя вариант ламинат компания рита во первых у него высокий 33 класс износа стойкости во вторых благодаря толщине доски 12 миллиметров новое покрытие стало более прочным по сравнению с предыдущим тонким ламинатом для меня также было важно чтобы ламинат был влагостойки так как мы укладывали его как зоне гостиной так и в зоне кухни кстати проверку на влагостойкой с ламинат риттер уже прошел после полива цветка через двое суток я обнаружила под диваном воду вытерла ее тряпочкой и ламинат как новый никаких следов все это благодаря дополнительной обработки краев ламелей включая замковые соединения воска содержащий пропиткой глубокого проникновения а еще у этого ламината замковое соединение мега мастер которая позволит при необходимости разобрать ламинат и перестелить в другом месте в общем я могу смело рекомендовать этот ламинат своим клиентам и вам моим подписчикам я им очень довольна третье в моем списке будет обрамление двери в ванной тут я предлагаю отказаться от наличников стандартная ширина наличника 8 сантиметров то есть два наличника в ванной отнимут у нас 16 сантиметров стены а в этих местах могли бы расположиться крючки или розетки еще нередко можно встретить ванных комнатах вот такие подрезанные наличники и это совсем печальная история предлагаю выбирать для санузлов двери скрытого монтажа или со стороны ванной дверные проемы и наличники делать из плитки данный пункт по сей день вызывает недоумение большинства людей обои ванной комнате признаюсь честно я своих проектах редко использовала обои в санузлах хотя такое решение заслуживает пристального внимания во первых это быстрее проще и чище в монтаже чем плитка во вторых вы выиграете несколько полезных сантиметров площади ведь у плитки приличная толщина плюс толщина клея а также это очень красиво конечно в местах с возможностью прямого попадания воды все же правильнее уложить плитку а вот на прочие стены можно смело клеить обои а если вы переживаете что обои будут намокать стоит покрыть их акриловой лаком существует мнение что угловые сантехнические приборы морально устарели я с этим не согласна в первую очередь в маленьких санузлах необходимо разместить весь набор сантехники и поверьте часто меня выручает как раз угловые и асимметричные ванны раковины унитазы например в это однокомнатной квартире благодаря угловому унитазу ванной поместился душ тумба с раковиной унитаз и стиральная машинка если бы мы рассматривали только обычный унитаз то пришлось бы от чего-то отказаться или уменьшать душ а в этой однокомнатной квартире угловая ванна позволила установить большую раковину шириной 80 сантиметров шкаф для бытовых нужд и подвесной унитаз инсталляции поэтому если вы понимаете что вашем санузле не помещаются стандартные типовые сантехнические приборы вспомнить о том что есть еще много угловых и асимметричных моделей еще один очевидный факт о котором многие забывают маленькие санузлы с ванной выглядят больше чем санузлы с душевыми уголками душевые уголки перегораживают половину помещения так как дверки у них высокие и обрамлены профилем а вот на ванну можно установить стеклянную незаметную шторку или вообще обойтись обычной шторы которая практически всегда находится в открытом виде и не загораживает большую часть ванной создать дополнительный объем и иллюзию продолжения пространства можно с помощью ниш и светодиодной подсветки например в этой ванной комнате была сделана ниша по стене над унитазом и включив подсветку создается ощущение что помещение увеличивается по высоте а в этом маленьком санузле подсветка была сделана по периметру также можно создать иллюзию парящей ванны просто делаем небольшое углубление внизу и устанавливаем туда свет картины санузле добавят вашей небольшой ванной комнате индивидуальности подберите предметы искусства подходящий вам по стилю и цвету и наслаждайтесь красотой принимая водные процедуры еще один важный декораторский прием для ванной комнаты который отвлечет ваш взгляд от маленьких размеров зелень просто поставьте на полку симпатичное кашпо с цветком и ваша ванная комната сразу заиграет новыми красками ну и на десерт мой любимый белый цвет не устану повторять что для маленьких пространств он идеален белый цвет как чистый лист как холст вы всегда сможете менять настроение в ванной комнате с помощью аксессуаров объем помещения увеличится спасибо всем за внимание с вами была попова екатерина дизайнер интерьера всем пока до новых встреч